Доброго времени суток, с вами Саймон. Давайте-ка продолжим играть Frank Wagon Simulator. Что ж, опять-таки, давно не было видео, извиняюсь. Что ж, мы вроде бы как копили на вот этот вот Вольво. Окей. Молоко. Много платят, и дом-таки близко ехать. Давайте-ка. Поедем на Мерседесе. 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 Думаю, где-то в скором времени начну новый летсплей. Я бы сейчас с удовольствием его начал, но не могу по техническим причинам. Думаю, где-то через месяц начнём. Так, куда нам ехать тогда? А, то есть туда, вот. Окей, нет проблем. Поехали тогда. Я как-то не туда поехал, уже по крылочке было. Ладно, есть обратный путь. Небольшой авто, большую кольку из зала. Посмотрим на свой глазовик. Какой-то голубенький. Так, ну-ка. Ладно, показано, вроде бы ничего. Нет. Нет. Продолжение следует... 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 Так, отлично. Довольно-таки много денег сейчас получим за простятскую тушь. 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 А вот интересно, сможем ли мы подняться сюда, скорее всего? Да, скорее всего, не поднимемся. Что нам здесь могут сделать? Отлично. Ну, вот и все. Так, сколько там надо нам на новый бензовозик? 24 тысячи. Ну, будем копить, думаю, пока не будем никуда тратиться. И давайте еще одну поездочку совершим. Ну вот, в принципе, немного не мало ехать на жидко-топливное нефть. И заплатят тоже неплохо. Раздумал, что это показывается автомобиль, который у нас есть. Не понял, немножечко. Так, отлично. Как-то автомат, как я к тебе соскучился. Вот мне интересно, то есть, здесь так-то 4 парковочных места, но вот здесь мы можем наблюдать еще один знак, знак для парковочного места. Интересно. Мы уже возможно продать 5 бензовоза, когда у нас 4 парковочных места, надо можем продать, который идёт бензовоз, потому что, в принципе, она не схожа по задачам. По своим задачам. Нет, ехать до Ультки далеко, даже очень далеко. Сюда мы ещё, кстати, не доставляли в домик, по-моему, ни разу. Ладно, поехали, мертвоперегон и завод. То есть сейчас нам надо поворачивать. Поехали. 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 Вот сейчас я как-то взгляну на приборную панель, и мне кажется, что всё-таки есть различия в приборных панелях. то есть с линейтика на датчик температуру и на датчик топлива в бензобаке вроде бы но куда они поменяли в таблок и завозь моседеса они поменяют на других местах то есть датчик температуры на месте датчика топлива ну а датчик топлива соответственно на месте и датчик температуры не знал, может не показалось, как-то не обращал на это внимания зеленый у нас не знал, зачем эта штука ведь она даже от солнца не спасает как-нибудь его, так сказать, схватили не специально, ну как-то не специально, но ехали на солнце и датчик там и закрыли вот этот козырек солнцевый просвечивает на спуте на спуте на спуте на спуту электромаграмм За два километра пути, так скажем, за девять часов пути, если, наверное, поограмма, ну именно, смотрите, то я бы даже, наверное, не спал, спал бы в машине и не ездил трудные сутки, особенно-то с нынешним курсом рубля к Ефу. Было бы неплохо, мечты-мечты. Ну, ехать на самом деле не правда, по сути, нольки мало, то есть на карте смотришь, вы думаете, что очень много, а так-то, не так, что много. Вот, то есть, сейчас вот особенно на пригородную дорогу выйдем, но там нужно будет гадать подсобью. Самое долгое, наверное, все это, и это именно подгрузка карты. Она у нас будет проводоваться, то есть, видеть, аж два раза. Еще один раз в тоннеле, около нефтезавода. Так, давайте-ка повернем вот здесь, потому что вот там, на параллельной дороге, слева, я тогда записывал, выезжал и мейкла вылетел. Боюсь, что произойдет эта сторона. Поэтому мне осталось там ездить. Вот, подулагиваю. Ну, не успели, но штрафы не выписали. Слоган нашей компании Таков. Опа, дали. Как-то я так. Я считал, как бы. Бан, бывает, ничего. На самом деле, я даже думаю, что не будет с такой интенсивностью поворачивать. Вот, вот, точно. Быстро не повожу. Слоган нашей компании. Главное, быстрота и качество. На штрафы наплевать. Вот, как-то так. Да, мы никого сюда не ездили. А пока не купили себе, в целом, взгляд, продуктовую жидкость. То есть, это так часто забывали. Ой, так, так, так. Вылетели. Вылетели с ней. Это так. И, наверное, просто. Подзагубь, то хобби, то хобби, то хобби, то хобби, то хобби, то хобби. Даже. Так, ну вот сейчас у нас будет подпуск. Ну и поехали. Ага, конечно, кто-то с 70 будет лягать. Может быть кто-то, а уж точно не ляг. Не встаю. О, встаю. О, встаю. О, встаю. Так, что здесь написано? Легко, ну, легко возгораемые жидкости. Третья категория. То есть, вот этот вот значок ADR. По сути, просто такие опасные жидкости. Ну, не только жидкость, а в этих категориях есть. Там, например, порох, по-моему, тоже есть. То есть, такие твёрдые всякие. Вещества есть. Легко воспламеняемые, ну и просто опасные. Вот. И... То есть... Теперь вы Саймона. Ха-ха. Я раньше как-то не смотрел на эту надпись, не видел. Так вот. Есть... Есть много всяких категориях ADR, ADF. 6 полуцовых есть. И разные категории. Разные вещества. То есть, вот у нас легко воспламеняемые жидкости. Есть... 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 Сейчас полуцовых... Ветчатые вещества... Типа соляной кислоты. И всякие другие, которые сейчас... Немного пристепления этого... Потому что мозг любит, как в таки адрес, для монеты отключаться. Думаю, ни одного. Ну, вы можете загуглить. Ну, или просто поиграть их. Илево траксомолетов. Там все эти категории. В принципе, можно быть изветь. Разбили столбы. Вот бак. Вот этот бак. То есть... Назад сейчас дадим. Неинтересно посмотреть. Вакуум аппетит. Ладно. Основания не появились. Видно, безвозвратно улетели в космос. Четко-то странно локации погружаются. То есть, в разных местах. Вот мы уличаем тоннель. Если едем на нефтезавод. И уличаем тоннель. И начинается запускная локация. И мы едем с нефтезавода. То она вот здесь по-моему начинает погружаться. А нефтоград. А нефтоград. Да. Добал прав. То есть, как-то странно это все сделано. Включил, пожалуй, ближний свет. Уже начинает темнеть. Хоть и четыре часа. Но закат уже быстро. Включил. Я немножко отвлекся. Посмотрел на телефоне. Интересный стол. Включил. Назаписан. Где-то больше 30 минут. Палацентная сена еще пойдет. Там где-то хорошо. Так, смотрим сейчас. Блин, ну что с лагерь-то? То есть, в основной просадке фпс не тот. А лаги не есть. сейчас засела на 20 и то что оптимизация оптимизация на густочку все сказать хоккей здесь есть физика будем считать что кто-то просто елка с балкона выкинул вот елка на высотой стоп пика куда же без этого а вот неинтересно зачем здесь кого-то на нефть и куда надо это меня выливать очень красиво очень интересно куда мы сейчас его будем выливать извиняюсь сюда поставлю метку ничего поделать не надо что такое вообще зачем здесь бензин даже если это не жилой дом а жилой дом а офис зачем здесь даже вот 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 и еще сделали зачем-то вот 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 такой типов глюк как канализационный люк открываешь пока вставляю шланг по типу как в аэропорт так делают бельки под стоянки на самолетах под стоянки на самолетах подъезжать типа такой же как за счет только один с целью с насосом но закачивалась белька но он себя будет ну хотя и если бы там маленький с подзорож подъезжает подъезжает у нас шлоп вообще что с колесом тут важно а на технологии так и поехали а а а а а а а то есть надо в четыре разных дома то есть в четыре разных дома а 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 то есть там где доставка написано что надо поставить там написано бытовые товары один из четырех вот то есть нам надо еще в три дома влить считает интересно такое задание на множество отливных продуктов я вижу вот интересно зачем дома бензин или вообще нефтепродукты зачем болот или кого-то ой это нравится мне конечно это лагер да это жить можно не не а я так понимаю то есть вот счет в этот дом надо будет отлети наверное может быть даже в соседей какой-нибудь или в тот вот или в этот так нах лагер здесь вы тут встанет вот 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 его не сходим посмотрим как живет вообще домик очень симпатичный вход какой-то в домик не очень чуть не сбил да вот в этот я угадал как-то криво на стороне вот эти вот марки давайте тогда уж включим по мовильчику что-то я даже не подумал что включить мовиль как теперь хотя бы понятно что извините очень срочно кстати мы вышли из газовика и видим как щелкать хотя когда мы выходили если прислушаться если прислушаться то слышим как щелкать ну что ты сюда встал дружи элыш все-таки тебе сейчас в сосуд этого живот у тебя точит шланг из живота ты чё всё встал где то ты чё вся встал где то ты чё всё встал где то Уже стемнело, кстати, я даже не заметил. Вот если я встану на пути, что он будет делать? Ок, то есть я посмотрю этот порт, вообще на себя нанотехнологии, машины могут приезжать сквозь прохожих, это такая система, чтобы меньше было ДТП. Автомобили с прохожими, прохожие могут ходить через друг друга, автомобили приезжают через прохожих. Это прям нано-город, хочу сказать. Такой современный городок. Ладно, поехали. Теперь надо назад встать, да, я угадал. Я за то, что там человек. Сам виноватся. Оказывается, это как-то было. Ну вот почему нельзя было сначала тот дом залить, а потом убрать. Ладно. 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 Нам сказали залить в таком порядке, мы и заливали в таком порядке. Почти отливаем их что-то. Вот это, кстати, симпатичный домик. Дворик такой хороший, только что-то без лавок, без фандрофей. Ну, полагаю, вроде бы как это было. Поставили бы лавочки там. Детскую площадку, находит конец. Ну, или парковку для автомобиля, хотя бы то вот. Есть. А да. Что ж, ну. Это последний дом. Да, это подключен самовый контрольный цель. Он скоток на стоянку, интересный симпатичный. Соотношение автомобиля и человек. Ну, это обычный трехлёг. Ну, да, а что такое? Ну, если бы это был какой-нибудь жип, то был нормальный. Но это обычный трехлёг. Ну, даже больше, чем автомобиль в трафике. Вот, Mercedes в принципе, да. Mercedes в принципе, да. Mercedes в водопадове. В автопаде. А вот это в ВИОС нет. Хваливаем мапперов за их работу. А тут вот такой косяк. То есть хотя бы, ну, сделали какое-нибудь соотношение хотя бы игрока. Мелковатый. Мелковатый, если только по длине. Отлично. Ну, очень много штрафов нам нафигачили за то, что пешеходы бросались нам под колёса. Так, здесь написано, через сколько мы сможем новое транспортное средство иметь. Ещё 18 успешных поездок. Отлично. О-о-о. Вот это подарок-то. Ха-ха-ха. Стоп. То есть сейчас... Отлично. Ещё четыре транспортных средства нам дали распоряжение. И ещё 18 успешных поездок. Сделаем. Ещё больше дадут. Супер. Ха-ха. Я даже потерялся. Да. То есть теперь... Ещё добавился новый мэн. И он может возить силос. Только это не симулятор бензовоза. Ха-ха. Ну... Вообще-то... Афро-цистерны. Ц... Ц... Церны. Ха-ха. До сих пор не могу на нас выговорить это слово. Ну... Ну-то бы вы поняли. Вот. То есть, наверное, стоит из этого пить его... Наверное, чтобы он возил в силосе. А вот появляются прицепы. Интересно, для чего он? Я так понимаю, он просто... Зацепляется. И... Нужно больше возить. Покупать на них я сейчас не буду. Чуть больше. Хотя интересно посмотреть на физику... Рецепов. Не знаю. Мне почему-то очень хочется именно накопить сейчас на этот Volvo за 24 тысячи. Посмотреть, что там будет внутри. Очень надеюсь, что будет в какой-то дельеф. Ну-то ладно. Будем продолжать копить и в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. До новых встреч. До новых встреч.